На Школьной улице в Октябрьском создадут новую зону отдыха. Концепцию благоустройства сквера обсудили с жителями еще в начале года. Пока к работам не приступили, глава округа Владимир Волков лично убедился, что все пожелания учтены. Подробнее расскажем в сюжете. Мы неоднократно встречались здесь с жителями. У нас были в предложении замечания. Просили убрать теннисные столы, в том числе, добавить озеленение. Чуть-чуть мы поменяли в наш старт-объект. Эту территорию площадью полгектара, разделяющую 54-ю школу и стадион Балятина, разобьют на зоны для активного и тихого отдыха. Установят игровой комплекс для детей разных возрастов, спортивную площадку с гимнастическим комплексом и площадку для культурно-массовых мероприятий со сценой в виде сердца. Изюминкой сквера станет аллея любви и примирения, на которой появится арт-объект и фотозона. Я живу в спортивной, дом 2. Очень хочется, чтобы у нас был такой красивый сквер. Но прежде всего мы думаем о нашей тишине, о нашем порядке, чтобы были установлены камеры общественные, которые будут наблюдать за этим всем. И очень хочется, чтобы это было все по-серьезному продумано. И тем более нашу парковку не трогали. Потому что нам ставить машины негде. У нас и так мало расстояния. Дом очень большой. В ходе благоустройства пожелания жителей учтут. По периметру сквера установят камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». Высадят деревья и кустарники. По просьбам люберчан обустроят Альпийскую горку. В темное время суток территория будет освещена. Это очень хорошо. Во-первых, это благоустройство поселка. Красиво будешь проходить мимо и радоваться. А не видеть, что где-то там собачка побежала, где-то стоят одни машины. А это сквер, скамеечка, где можно посидеть возле школы и подождать своего ребенка, пока он выйдет из школы. И наконец-то снесут эти старые гаражи, где одни крысы, лет 20 они там бегают, и людям не дают покоя. Все ждут. Давно пора сделать этот сквер. И была и детская площадка, и спортивная площадка, и чтобы можно было нам, взрослым, тоже где-то посидеть и отдохнуть. И сквер обязательно будет. Работы по благоустройству зоны отдыха во дворе второго корпуса дома номер один по школьной улице завершат к концу лета. Богдан Колесников, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.